Профессиональная среда. Так называется городской проект про профориентации школьников. Его цель – познакомить будущих абитуриентов с разными профессиями. Несколько мастер-классов для девятиклассников провели на базе Чебоксарского техникума транспорта и строительных технологий. Юлия Важенина подробнее. Даша Неконорова через три года закончит школу, но уже представляет, кем станет в будущем. Профессия строителя, а именно маляра, привлекает девушку. И мастер-класс по профориентации только укрепил ее намерения. Мне очень понравилось. Сейчас мне показывали, как правильно клеить обои, как правильно их сглаживать, чтобы не было всяких комочков и жирных мест. Мне мама занималась тоже строительной ходила. Мы вместе всегда, если что, делаем дом-ремонт. В соседнем кабинете рассказывали о профессии машиниста крана. Все желающие могли сесть за руль и попробовать управлять этой машиной. Конечно, в мини-варианте. В будущем я не собираюсь управлять краном, но это было интересно. Нам показывать, кем ты можешь стать, на кого учиться. Сварщик, каменщик или автомеханик на мастер-классах школьникам наглядно показывали, что представляют из себя эти профессии. Причем рабочие навыки наглядно продемонстрировали сами студенты техникума. Например, Леша Евдокимов уже второй год учится на прораба. Он с детства точно знал, кем станет. Когда я поступал, не ходил никуда на мастер-классы. Не было такого. А сейчас есть, и это круто. Некоторым абитуриентам нравится приходить, посмотреть, как другие работают. Им это кажется слишком интересно. Может, им захочется тоже строить. Профориентация – это очень многоплановая работа. Много форм методов, но я считаю самым лучшим методом – это когда дети приходят на площадку и видят, как надо кирпич класть. Когда они своими руками пробуют. Кисточку берут в руки, мастерок берут, на тренажеры посидят, видят. И они лучше понимают, что за профессия. Проект «Профессиональная среда» существует уже 4 года. За это время количество желающих освоить рабочую профессию выросло на 10%. Более 5,5 тысяч школьников столицы Чувашии участвуют в программе профориентации. И это только за прошлый учебный год. Профессии, которые на сегодняшний день мы тоже мониторим и исследуем, являются актуальными. Это в первую очередь рабочая профессия, инженерная профессия и педагогическая специальность. Педагогические профессии – это и дошкольные, и учитель начальных классов, учитель физкультуры и другие. На сегодняшний момент здесь более-менее благополучные ситуации, в том числе заработное платье, с материально-техническим обеспечением. Поэтому наши девятиклассники охотно поступают, в том числе, на эти специальности. Техникумы и колледжи школьники посещают по средам. Еженедельно на сайте управления образования публикуются списки мастер-классов, из которых можно выбрать самые интересные. Там же можно зарегистрироваться. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.